Средняя торговая организация И поэтому переговоры внутри ВТО и переговоры по присоединению к ВТО должны носить всегда неполитизированный характер, неполитический характер. И мы тоже, российская сторона, долгое время настаивали на том, что такие переговоры являются сугубо техническими, торговыми и в них нет политической подоплеки. Но, к сожалению, я подчеркиваю, к сожалению, случилось так, что в наших отношениях с Грузией, а страна для того, чтобы стать членом ВТО, она должна заручиться согласием других членов ВТО. Более конкретно, это членов рабочей группы, в данном случае было 60 стран, Грузия члена рабочей группы, она должна заручиться с согласием на присоединение всех членов рабочей группы. Так вот, получилось так, что после 2006, особенно после 2008 года, когда случился печально вооруженный конфликт, то грузинская сторона отозвала свою подпись под двусторонним соглашением о членстве, о завершении переговоров двусторонних по присоединению России к ВТО. И в дальнейшем, конечно, уже всяческие контакты между российской и грузинской стороной, совершенно понятно, что они имели политический подтекст, к сожалению, повторяю, к очень большому сожалению. Наверное, случится так, что несмотря на сохраняющееся напряжение в двусторонних отношениях, в целом, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, после того, как Россия окажется членом ВТО, можно будет считать, что наши торговые отношения будут нормализованы, поскольку обе стороны смогут поддерживать между собой контакты, базируясь на правилах ВТО. И что даст возможность, я опять же надеюсь, восстановить утраченные торговые контакты между Россией и Грузией. Я бы хотел вот политическую сторону дела пояснить. Дело в том, что Саакашвили обладает полной монополией, не только в нищей политике, конечно. И действия его, и в этот раз, были совершенно бездумные и безумные. Его никто не принимает всерьез. Я процитирую крупнейшего американского политолога-международника Уолтера Расселамида. Злеющий враг не будет так поступать с Грузии, как поступает Саакашвили. К сожалению, это верно. Позиция по ВТО была совершенно контропродуктивной. Абсолютно. И Запад стал терять свое терпение. Я напомню всем, что западные страны, не только Соединенные Штаты Америки, а президент Обама прямо обещал президенту Медведеву в прошлом году, что Россия станет членом ВТО. Страны Евросоюза, они заинтересованы в членстве России не менее, чем сама Россия. Я опираюсь на заявления крупнейших экспертов этой области. И вот на этом пути только руководство Грузии, лично Саакашвили, этому противился совершенно контропродуктивно. При том, что Грузия могла бы получить очень выгодные для себя решения. Во-первых, вернуть себе престиж, показав свой конструктивный подход к этому вопросу. Чего не было. И вот в самое последнее время прошла информация в западных СМИ, что дали понять руководству Грузии, что терпение на исходе стран Европы, Соединенные Штаты, что в конце концов Россию могут принять и без согласия Грузии. Устав этого учитывает и такую ситуацию, это вполне возможно. И вот тогда Саакашвили согласился на вот это творение. Тут все опирается следующее, что как бы, хотя бы косвенно признаете, что Абхазия и Южная Осетия это в составе Грузии и, так сказать, не являются независимым государством. Вот посмотрим, как Россия отреагирует на швейцарское предложение. Вот. Я надеюсь, что реакция будет положительная, и Россия вступит в это и не будет больше никакого конфликта. При этом хочу отметить, что за все эти годы, вот последние годы после 2008 года, после той, так называемой, войны, которая была военно-политической авантюрой, развязанной Саакашвили. Никаким образом не оправдывают ответные меры России, да? Но это была военно-политическая авантюра, которая закончилась только тем, чем она могла закончиться. Вот. И вот в этом плане, в этом плане надеяться на то, что это будет как бы соглашение между Россией и Грузией, не приходится. Однако Россия остается крупнейшим инвестором в России, в Грузии, крупнейшим. Это всем известно. Подписываются соответствующие соглашения. Так что тут такая двойная политика. Главное, пиар. Вот. Согласись на то, что в Россию вступила, не могут. Я бы не стал здесь ставить точку и говорить, что все уже решено, так сказать, все однозначно утрясли все проблемы и прочее. Не думаю, что российское руководство готово отойти от вот этой позиции по поводу того, что, так сказать, государственные чиновники грузинские на границе с Абхазией и Южной Осетией будут присутствовать. Поэтому посмотрим, что, так сказать, российская сторона скажет. Но думаю, что варианты тоже будут, видимо, каким-то компромиссным. Что касается прецедента для отношений Грузии и России, ну да, наверное, это будет положительный прецедент. Пусть при помощи посредников, но все-таки какая-то договоренность достигнута. Хотя, давайте скажем объективно, восстановление торговых отношений с Грузией в первую очередь нужно самой Грузии. То есть сказать, что для России это невероятно важно и прям жизненно необходимо, ну было бы, мягко говоря, преувеличением. Мы все понимаем, что с самого начала вот это как бы грузинское ВТО, это было вот полным фарсом. И не Грузия решает того, будет или нет Россия членом ВТО. Это была чисто американско-российская история. И вот когда уже эти переговоры подошли к концу, конечно, Грузии очень четко объяснили, что Грузия должна видеть свои согласия. Вот поэтому сейчас что делается с правительством Грузии, что как бы они новые предложения какие-то представили российской стороне посредничества в Швейцарии, это, конечно, вот чтобы фейс-севинг, чтобы спасти свое лицо, потому что эти предложения реально ничего и важного для Грузии не включают. Потому что сейчас вот говорил, я выслушивал вот комментарии с Москвы, что там Россия не согласится на то, что грузинские государственные служащие будут присутствовать на ПСО и на Рокский туннел. Там никто этого не требует. По последним предложениям там идет речь об обмене электронной информации, которая не так уж жизненно важна для Грузии. Позиции нашей партии, мы неоднократно заявляли, что, конечно, вот интерес в торговых отношениях между Россией и Грузией, это огромный, в первую очередь, для Грузии. И предложения грузинского правительства должны были выключать именно вот эти вопросы, чтобы снять всякие запреты и барьеры, которые были установлены для грузинской продукции после 2006 года. Вот это именно и является жизненно важным для грузинского населения. Чуть больше, чем 50% населения Грузии, это особенно регионы и население в деревнях, они полностью зависят от того, будет или нет открытый российский рынок для грузинских продуктов. Но особенно это касается спиртные напитки, грузинские цитрусы, чай, фрукты и так далее. У нас есть единственный рынок, где грузинские крестьяны и производители могут продать эти продукты, это Россия. Поэтому именно это было важным для Грузии, чтобы достичь соглашения в этой области, а не какое-то виртуальное соглашение о том, будет или нет, по имелам там какая-то частная фирма отправлять информацию о том, какая там оборота на торговой границе. Ну, как и всегда, грузинское правительство поступает не по интересам, национальным интересам Грузии, а по тем рекомендациями, директивам, которые они получают из Вашингтона. Поэтому, если вот, наверное, в ближайшие часы или, может быть, в ближайшие дни это соглашение будет заключено, не учтив интересы Грузии, что касается возобновления экспорта грузинских продуктов на российский рынок, это, конечно, будет крупное политическое поражение Грузии. А что касается того, что Россия как бы не согласится на то, что, вот, как бы пересмотреть свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, это, конечно, мы с самого начала все понимали, что ВТО это не тот политическое поле, где можно решать вопросы Абхазии и Южной Осетии. Абхазии и Южной Осетии.